Здарова, меня зовут Дигл, спасибо Балату Завгарову и Шейхолиджу Астролинку за поддержку на Патреоне. Недавно закончились работы над 24-м томом манги Ван Панчмана, а это означает, что если наша комьюнити верно определила, весь материал для третьего сезона аниме, наконец, полностью существует. Так что теперь может начаться работа над третьим сезоном, и также я могу рассказать тебе, что в нем будет за 9 минут. Погнали! Помнишь, чем закончился второй сезон? Верно, победой Кинга над Многоножкой, именно так посчитала Ассоциация Героев. Но проблема у них сейчас посерьезнее. Гару получил драконий уровень, а для рейда на Ассоциацию Монстров нужно начинать собирать народ. Фубуки, прознав об этом народном собрании, пошла рассказывать все своей новой группировке, в которой прибавилось членов. А Сайтама от такой радости пошел сам ловить Гару, ибо куда этот черт от него постоянно сбегает. В то же время Наринки, это один из спонсоров АГ, тот самый, у которого сворвали ребенка, из-за чего весь этот рейд организуется, да, он отправил своих наемников в свеженьких беленьких костюмах сделать все самим. Ну да, уверен, у них все получится. А Гару у нас жив, здоров, проснулся в Ассоциации Монстров, послал всех нахер и вышел жрать. Тут он пересекается с Сайтамой и опять улетает, теряя память. А Лысик снова не узнает в нем охотника на героев. Ууу, лимитер, помнишь такую штуку, которую Сайтама сломал? В общем, об этом зомби-мену и также нам рассказывает доктор Генус, а на фоне Гару унижают два монстра демонического уровня, походу похищая Тарео. Сайтама же как раз возвращается домой, туда также заваливается доктор Кусен, и все вместе они заламывают величайшую тусу. А, как там, кстати, интересно поживает отряд Наринки? А, а, они уже проиграли, ммм, круто. Теперь узнаем, что и монстры потихоньку организуют защиту и готовятся к сражению. Гару опять просыпается, весь обоссанный в крови, обычный вторник, и идет ломать лица Ассоциации Монстров за такие приколы. А Геройская Ассоциация решает, что замечательной, хорошей, просто лучшей идеей будет не привлекать Бенга и Генуса к своей операции, потому что те неправильно голосовали на выборах в Госдуму. И пока Гару допирал до Ассоциации Монстров и потом еще залезал в нее, Кинг пошел к себе домой. Однако, там его перехватили работники АГ и потащили на сходку С-класса. В то же время Ваганму с Торео разделяют, чтобы случился сюжет, и потому что, согласно марксизму, общества разделены на несколько классов, включая Ваганму и Торео. И когда казалось, что пролетариату уже придет конец, появился товарищ Гару и спас пацана завали в Королевского Подрошителя. Сваливая по пути наружу, они натыкаются на драконьего уровня Бродягу Переростка. И хотя поначалу вроде бы от него уходят, но из-за вмешательства трех суперинтеллектов демонического уровня, которые за свои решения отчитываются на небесах, Гару приходится сразиться с Бродягой, где он опять умирает. Но подрубает флэшбэк, камбэкает, и сейчас как морды в бетон всобачивается, и короче улетает на нижние этажи прямиком Гера Гера. Сайтама чилил себя, отдыхал, но заманали уже эти хэкшоны, и он вылазит из дома искать, кто такой смелый буянит под вечер. Гера Гера же в свое время рассказывает, как создал Орочи и Гару. Весь такой вдохновившийся рассказом собирается ломать монстру жопу, но внезапно вылазит тот самый король монстров Орочи и утаскивает нашего протагониста еще ниже. Гарыч, конечно, очень пыхтит и даже неплохо держится поначалу, но потом проигрывает без шансов. Просто в салат, господи, его опять унизили, принесите скорую. Однако усилия Гару были не напрасны. Сайтама треангулировал источник шума где-то внизу и полез в канализацию. Отсталый с класс тем временем обсуждает тактику, и всем тут сообщается, что технорыцарь пропал в районе заброшенной части города Зет. Неприглашенный маска клянивается в пати, немного выкупая, чего это его всего такого красивого не позвали на гулянку. Потом начинает провоцировать сразу всех, и ситуация неслабо накаляется, но... Затем появляется Кинг, и все затыкаются, потому что перед Кингом не стоит. Также в штабе ассоциации собираются герои послабже. Для поддержки Кинг тут пытается под шумок свалить, но случайно натыкается на Бенга с бомбом, которые от него узнали, что их исключили из рейда. И тут наш настоящий главный герой использовал все свои 146% IQ, и решил собрать всю команду Сайтамы, пойти вместе с ним по его маршруту, на что Бенг, конечно, соглашается, потому что перед Кингом не стоит. И пока группа Сайтамы, вся за исключением самого Лысика, собирается в их штабе на хате Лысика, рейд ассоциации героев начинается. Кстати, Генос тут получил новый апгрейд, в котором он может получить огромное усиление, но ненадолго, ибо если пробудет в нем больше 10 секунд, вполне может взорваться и помереть. Но, уверен, ничего страшного не случится, не о чем переживать. В общем, к чему я это? Генос остается ждать Сайтаму в его квартире, а все остальные отправляются ломать ассоциацию монстров. Тем временем рейд ассоциации героев добрался до Икшона, и вступил в бой с толпой рандомных монстров на поверхности возле входа в монстриную ассоциацию. Тут герои послабже показывают свою силу, а герои С-класса показывают разницу между собой и бомжами, которые показывали свою силу. Затем С-класс, ученики АЭСа и Маска сваливают под землю по своим маршрутам, поддержка остается наверху, а Гера-Гера по такому банкету собирает офицеров ассоциации монстров. Флэш сражается с Хаятой и Флеймом Драконьего уровня. Помнишь тех челиков, которые Соника унизили? Ну в общем теперь их самих унизил Флэш, хотя и с небольшими сложностями, самый большой из которых оказалось, что он потерял свой коммуникатор, и вообще хз куда теперь идти. В свою очередь ребенок Император быренько побеждает Человека Феникса Демонического уровня, спасает Ваганму, и вроде бы все здорово, но Человек Феникс решает позаимствовать лайфхак Гару, и воскрешается, опнувшись до Драконьего уровня. Тут начинается Страстная Мутузева, вход которого случайно утягивается Сайтама, и с такой помощью ребенку Императору было бы сложно проиграть, хотя он пытался. Еще не забыл Хаята с Флеймом? Ага, и эти воскресли, из-за способности Человека Феникса, но вроде как никаких бафов не получили, зато по макушке Сайтама вполне огребли и были захвачены в плен. Незадолго до этого, Зомби-мен сражался с Чистокровным Вампиром Демонического уровня, и победил за 30 минут жесткого месива. А незадолго после этого, ученики Атомного Самурая наткнулись на дуэ с захваченными наемниками отряда на ринге. Они уже было начали сражаться, но в бой вмешался Маска, который отправил их погулять куда-нибудь, пока большие дяди и тети разговаривают. И тут уже Маска собрался, но ученики Айса сделали многоходовочку и вмешались в его вмешивание, раскидав наемников, оставив Маске только победу над дуэ. Наемники со всех этих замесов освободились от влияния плетки и ушли с мечниками, а Бьюта пошел рефлексировать на тем, как его блицнул Яян. Казалось бы, все здорово, можно сваливать наружу, но ученики Айса натыкаются на дьявольские волосы ни за что не угадаешь демонического уровня. Однако, хоть и с большим трудом, но побеждают. Кстати, их учитель, Атомный Самурай, в это время задавил G5 демонического уровня очень изи, но тот умудрился сбежать, а Сайтама с ребенком Императором наконец вытащили Ваганму на поверхность и полезли обратно вниз творить дестрой. Только теперь разными путями пацану придется решать проблемы самому. А Атомный Самурай же решил, что настало время показать всю свою силу и слился в нулину черноспермию драконьего уровня. В то же время, немного передохнувший зомби-мен заглотнул энергетических шаров от бомжа Императора уровня дракона, хотя пока и не проиграл. Но что интереснее, узнаем тут о существовании некоего бога в Ван Панчмане. Хотя все мы знаем, что это просто фейковый Ак Кинга. Но вот зато у Гомозека там прямо к шоней. Сначала победа над Вакуумой демонического уровня, потом сражение с Няном Драконьего. Правда, Нян засал великой гомомощи и свалил от греха подальше. Также здесь Гомозек случайно убивает всех заключенных, которые ушли с Няном и стали монстрами. Свинобог там начал сражаться с зубастиком драконьего уровня. Тим на блеск победил бога жуков демонического, а бедные ученики АЭСа вместе с наемниками наткнулись на злую природную воду уровня дракона, как будто им до этого жизнь легкой казалась. Здесь погибает Тангара, лидер наемников, жертвуя собой ради спасения Бушедрила, одного из учеников АЭСа, светлая память мужику. В другой же части Ассоциации монстров Сайтамован панчит бродягу Переростка, затем со спины на него нападает Нян, но успевает осознать бренность бытия за секунду до своего аннигилирования и снова сваливает. И пока Сайтама топает до Орочи Тацумаки, легчайше, побеждает Гера Гера. Ну и как ты мог предположить, здесь Лысик сражается с Орочи и сейчас ни за что не поверишь, побеждает. Даже использует серьезную атаку, выстрел водяным пистолетиком и заканчивает обычным ударом. А мы вместе с Орочи узнаем, что наказывается подношение для того самого некоего бога, что, конечно, весьма забавно. Конец? Естественно, поскольку это видео вышло до третьего сезона, какие-то вещи могут в нем поменяться и, наверное, даже фреймы из манги покрасят. Ну а ты пока напиши, ждешь ли это дело, внизу в комментах. А за поддержку на Патреоне спасибо Александру Мэсьюку, Каролу1, Виктору Волкову, Дюни Каррису, Куриному Фляйшу, Захару Сазановцу и Жирной Жопе Хмеля. Также большая благодарочка всем патронам поменьше и спонсорам, которые поддерживают меня здесь, на Ютубе. Если ты хочешь присоединиться к ним, ты можешь сделать это по ссылке в описании, либо нажав на синюю кнопку спонсорки, которая рядом с подпиской. Обещал для тебя Дигл, пока!